Мы говорили о жертвоприношении хлебного дара, и вот здесь вот в следующей главе, вот в этой главе ЦАФ, говорится тоже о хлебном даре, но говорится немножко по-другому. Вот говорится что? А вот закон о хлебном даре. Один из сыновей Арона должен поднести его к передней стороне жертвенника, стоящего перед шатром откровения, где является Бог, и взять из хлебного дара горсть муки, смешанной с оливковым маслом, и всю ароматную смолу с хлебного дара, и воскурить на жертвенники это воскурение, принимаемое благословенно, напоминание Богу о принесшем дар. То есть там мы говорили, как бы надо принести, а здесь, чтобы Арон взял, то есть через него проходит это все дело. Ну это все, в общем, просто расшифровывается. Арон – это главный коин. Коин – это свойство отдачи, это не человек. Это свойство отдачи в человеке, которое берет хлеб, практически, как мы говорили, зерна, которые являются пищей для скотины, для нашей, обрабатывается определенным образом для того, чтобы превратить его в пищу для человека. Это мука и тесто, и уже хлеб сам по себе. И вот это тесто таким образом приносится в жертву. То есть, что значит? То есть, жертва не является ни жертва, а жертва – это называется сближение. Мы тоже говорили об этом, потому что курбан – это от слова коров. Ну, вот как есть у мусульман. Курбан… Праздник курбан, там такое. Да. Вот они исправляют осенью. Это исходит праздник, который выходит именно из-за этого… Не важно, называется тоже курбан. Ну, тоже жертвоприношение какое-то. Да, жертвоприношение режут барашков. Так что это все оттуда пошло. И то же слово. Коин – это свойство отдачи. Человек. И хлеб – это свойство отдачи. Мука и так далее переработанная. И воскурение – это свойство отдачи. Все вот это. То есть, человек здесь должен брать самые свои, ну, избранные, что ли, свойства и приводить их к свойству полной отдачи на благо, естественно, других.